Друзья, всем привет! Вы слушает SDCast, подкаст о разработке ПО и его окрестностях. С вами, как обычно, я, Кейс Даймон. Сегодня у меня в гостях Александр Мохамед, PHP Product Architect в компании Upwork и один из создателей проекта Framework Days. Саш, привет! Привет, Костя! Привет, уважаемые слушатели! Ну, по традиции, расскажи немножко пару слов о себе, как давно, чем занимаешься. Окей. Как ты уже сказал, я PHP Product Architect компании Upwork. Я один из создателей проекта Framework Days, где мы занимаемся различными IT-мероприятиями, организацией IT-мероприятий, конференций, мастер-классов и тому подобных вещей. Возможно, кто-то меня знает из PHP Community. Несколько лет назад я занимался проектом Zen Framework.ru, который был посвящен одноименному фреймворку. Но, видимо, он уже отжил свои лучшие годы. Также недавно я создал сообщество для украинских PHP-разработчиков, PHP Friends Club. И участвую еще в одном проекте, называется ErgoPlace. Возможно, в конце чуть-чуть расскажу. Ну да, расскажи, как вообще ты попал в IT-шный мир. Вот тоже всегда интересно послушать, как это было у каждого. Окей. В принципе, у меня все, наверное, классически. Мой отец был инженером. С детства у нас были всякие технические девайсы дома. Одно из таких самых ярких воспоминаний – это осциллограф. Там такие бегали волны на маленьком экранчике. И это доставляло немало удовольствия моему детскому разуму. Подключать какие-нибудь генераторы, смотреть, как они там халиблятся. Да-да, там можно было менять длину волны или что-то в этом роде. Вот. Так вот развлекались. Потом у меня появился дома… У меня есть старший брат. Ему отец, так сказать, поставил для, наверное, обучения программированию и всяким полезным штукам искру. Такой был замечательный компьютер. Угу. Вот. Там он что-то начал программировать даже, я помню. Я помню, там такая классная у него получилась программа, где была клавиатура пианино, и там играл какой-то вальс. Вот прям тоже у меня так на всю жизнь воспоминания. Вот. И как-то меня это заинтересовало. Потом я в школу стал ходить на курсы программирования. Pascal, Visual Basic. Помню, в дворе написали мы, написал я с товарищами, такая была игра «О счастливчик» в первой версии. Ага. Мы написали свою собственную версию со своими собственными вопросами, которые там были актуальны для нашего двора. Вот. И все приходили, дружно играли. Вы слышите, прикольно, прикольно. Да. Потом был универ. Там уже начали… Я поступил на физтех Киевского политехнического института. Там были все, что только можно. Assembler, C, Java. И в том числе PHP. И PHP как-то меня зацепил. Скажем, скорее всего, какой-то своей возможностью создавать сайты. Да. То есть мне всегда нравилось что-то такое, что дает какой-то фидбэк, чем люди могут пользоваться. И я непосредственно могу с ними общаться. Ну и дальше уже пошел по дорожке веб-программирования. Работал, скажем так, в информационной такой службе, которая была при университете. Мы там создавали и развивали КПИшную сеть. Писали там биллинг, собственно, сайт КПИ-телеком, это так называется эта организация. Ну и различные другие проекты. Потом был фриланс. И постепенно я пришел в компанию Upwork. Ну тогда еще это был Odesk. Сначала был разработчиком и постепенно вырос до Product Architect. Но по большому счету я бы скорее сказал, что я Team Lead. Наверное, это больше отражает то, чем я занимаюсь. Наша команда занимается созданием инфраструктуры для PHP Stack. То есть мы делаем различные глобальные вещи, которыми потом пользуются другие команды, которые непосредственно уже пилят продукт. Слушай, ну давай сейчас как бы вначале, может быть, немножко расскажи. В принципе, ну, может быть, все наверняка слышали там про Odesk и вообще про Upwork. Ну все равно пару слов, так сказать, что за компания и вообще какой у него там стэк вот, так сказать, продуктов внутренний. То есть как бы, ну немножко про так глобальную архитектуру, как все устроено. И дальше как раз тогда спустимся вот про то, чем вы конкретно там занимаетесь. Окей. Да, Upwork – это достаточно взрослый давний проект. Точнее, сам Upwork появился недавно. Он появился в результате слияния двух проектов. Это Odesk.com и Elance.com. Сама по себе это фриланс-биржа, то есть биржа для удаленной работы. Это Highload, можно сказать. По вчерашнему рейтингу Alexa.com мы занимали 419 место. На проекте больше 12 миллионов фрилансеров, больше 5 миллионов клиентов. Ну вот примерно так. Ну нормально, нормально, да. Так, ну и что там у вас, в принципе, есть? То есть как бы понятно, что для простого обывателя там, ну все просто какой-то сайтик. Ну понятно, что за ним там стоят какие-то разные приложения, внутренние сервисы. Подозреваю, конечно же, для разного всего. Да, проект довольно большой. Помимо того, с чем работают все, то есть непосредственно веб-сайта, да, есть и куча каких-то бэкэнд-сервисов, которые помогают всему этому вместе работать. Конечно же, имеет неоднородную архитектуру. Проект развивается эволюционно. Ему уже, если не ошибаюсь, там около 10 лет или даже больше. Соответственно, он постоянно эволюционирует. Постоянно технологии меняются. Он постоянно, скажем, какие-то части его переходит на новые технологии. Ну и, соответственно, как-то так вот в целом это все выглядит. Несколько лет назад это был Monolith, то есть монолитное приложение. Будем говорить в основном о веб-интерфейсе, да, потому что это, в принципе, то, с чем я работаю. Несколько лет назад это был Monolith. Это был на самом... на client-сайде это были какие-то наши кастомные разработки. Мы написали свой кастомный фреймворк. Тогда еще Angular, React и прочие замечательные вещи только появлялись. Вот, дальше у нас был PHP-стэк, который, скажем, выполнял роль рендеринга и некоторого такого MVC, который позволял работать уже непосредственно с бэкэндовым API. PHP-стэк работал на Zend-фреймворке. И бэкэнд у нас был на Perli. Ух, вот даже как. Да, с которым мы общались по RPC. Ого. Так, интересно. Связки таких пока еще как-то не попадались нам. Так, расскажи дальше. Вот, в принципе, вот так оно все неплохо работало, но проект рос. И постепенно мы столкнулись, скажем, с классическими проблемами монолитных приложений. Сложность, понимание кода, понимание архитектуры. Все разрослось, понятное дело. Да, это уже был огромный проект, огромный репозиторий. Скажем, даже скачать, ну, там был не один репозиторий, но был один основной. Скачать этот основной репозиторий занимало у меня порядка 40 минут на локальную машину. То есть там какие-то уже гигабайты, соответственно. Да, он уже там больше гигабайта был. Ага. Вот, соответственно, сложно было реализовать, так сказать, continuous deployment, да. То есть все были вынуждены релизировать все вместе, да. Ну, да, конечно. Горизонтальное масштабирование также было затруднено, то есть каких-то отдельных частей. Ну, и вот, в общем... А, ну, еще одна из самых важных вещей – это то, что какие-то отдельные компоненты, да, в случае, если они падают, они могли положить весь сервис, ну, весь продукт. Это было очень грустно. Вот, поэтому мы начали двигаться в сторону, наверное, общепринятого решения этой проблемы, да, это микросервисы. Ну, да, конечно. Так. Вот, и сейчас у нас, в принципе, этот наш новый стэк. То есть мы все еще как бы имеем и, скажем, legacy стэк, да, но и новый стэк. Новый стэк у нас уже работает в фронт-энд. Самый-самый фронт-энд – это ангуляр. Ну, первый, конечно же, ангуляр. Да, первый ангуляр. Мы присматриваемся к второму. PHP остался. И, в принципе, он примерно выполняет ту же роль, только теперь Perl у нас заменяется на Java. То есть у нас сейчас Java, на Java у нас пишутся микросервисы, которые уже по REST, REST API. И, собственно, PHP как раз-таки в них лазит, дергает и собирает, да, я так понимаю, информацию уже. Да, и PHP, собственно, к ним обращается. Ну, мы пошли даже немного дальше. Мы и, в принципе, фронт-энд разбили на микросервисы. То есть и наш PHP, а PHP стэк, он также разбит на ряд приложений. Каждое из них полноценное приложение на Symfony 2. Ну, соответственно, независимо просто они живут, как бы можно независимо деплоить, там, обновлять и все, чтобы… Разнесли вы, короче говоря, какие-то такие законченные куски бизнес-логики, да, по таким приложениям, получается? Да, мы выделили логические, скажем, какие-то флоу, да, какие-то наборы страниц, которые, в принципе, закреплены за командами и создали отдельные приложения. И теперь каждая команда получила возможность, в принципе, деплоить тогда, когда им это нужно. Ну, скажем, конечно, все не так красиво, как в идеальной теории, да, то есть сказать, что они там все полностью независимы нельзя. Не, ну, это понятно, что, как бы, да, мы понимаем, но тем не менее, так сказать, в общем и целом. Да, но гибкость, конечно, вот в этом плане очень возросла, и это очень даже здорово. Слушай, ну, тут сразу-сразу прям захотелось тебе задать много всяких вопросов. Вот там, например, и как вы с Зинда ушли на Symfony, тоже интересные причины, и как бы вообще ощущения, вот впечатлений, так сказать, от перехода. Расскажи, почему так? То есть, чем вам вроде бы на Зинде было, и все мои разработчики с ним уже были знакомы, как бы, почему решили на Symfony перелезть? Да, вопрос хороший и очень актуальный для меня три года назад или два, когда мы там доделали. В общем, ну, получилось так. В тот момент уже года два, наверное, была Symfony 2, да? Ну, да, да, уже какое-то время. А Зинд все еще был на первой версии, и мы как-то чувствовали необходимость двигаться куда-то дальше, да, то есть использовать современные версии фреймворков. Зинд достаточно долго разрабатывал свою вторую версию, к моему, так сказать, расстройству по этому... Глубокому сожалению, да. Да, да, по этому поводу. Все мы ждали, ждали, да, но никак не могли дождаться, учитывая, что, как бы, я занимался сообществом Zen Framework, да. Ну, вот, да, мне тоже как раз и в этом контексте особенно интересно твои такие личные ощущения и переживания. Вот, ну, в принципе, мы, как бы, смотрели на вещи реально и видели, что, в принципе, Symfony 2 уже сейчас классный, мощный фреймворк, да, а Zen пока еще не готов, и когда он будет непонятно, и комьюнити, в принципе, постепенно стала присматриваться активно к Symfony. Плюс к этому мы объединились с проектом Yelance, да, где также использовали Symfony. А, вот оно. И вот по сочетанию всех этих факторов мы приняли решение переходить не на бету, там, Zen Framework, по-моему, которая там была в тот момент, уже на стабильную, проверенную уже, там, годом или что-то в этом, вроде версии Symfony 2. Но, тем более, тем более, что разрыв между первой и второй версией Zen Framework был достаточно высок, то есть, в принципе, человеку было примерно одинаково перейти на Symfony 2 и на Zen Framework 2. Понятно, ну, логично, да. Слушай, ну и расскажи, как вот ощущения вообще от Symfony, просто как вот после, какой в итоге, так сказать, что ты можешь сказать, как бы, насколько оно там удобно, хорошо, какие-то плюсы, минусы, ну, такое небольшое, может быть, сравнение вот со своей точки зрения в контексте своих задач. Хорошее ощущение, в принципе, мы не жалеем об этом выборе, то есть, в принципе, в прошедшие годы показали, что Symfony действительно сейчас, наверное, один из лидирующих, а возможно, лидирующих фреймворк, да, для таких больших enterprise-приложений на PHP. В комьюнити выросла, документация отличная по Symfony. Ну, документация у них, это я вот, мы тоже на всех там наших даже там Symfonyx, да, всегда как бы вот для новичка открываешь, но настолько все подробно, по полочкам разжевано, с примерами, что мне кажется, ну, все, что нужно, просто не полениться ее прочитать. Согласен. Да, ну, как бы у нас там, скажем, работы с BD непосредственно нет, да, то есть, какой-то там сложной бэкэнд логики у нас нет, да, поэтому, в принципе, мы не используем там все какие-то возможности Symfony, но для тех каких-то задач, которые у нас есть. Не, ну, опять же, там, валидация и прочее, явно же вы все же это используете. Да, вы, конечно, там, ну, доктрину, там, ОРМ, не используете часть как целиком, но какие-то модельки и прочее, наверняка, все равно же все это как-то... Да. Ясно, ясно. А что, не думаете насчет третьей, как бы так, посматриваете? Думаем, да. Мы, в принципе, сейчас перешли на 2.8, последнюю, последнюю версию, да. Ну, да. И думаем про 3, про третью версию, но пока что еще, как бы, в принципе, третья версия достаточно похожа на вторую, по большому счету. Ну, да, да, здесь нет такого глобального разрыва, так сказать, скачка, как там с первой на вторую, то есть, такое планомерное просто развитие, чтобы отказаться от Legacy, как бы, именно вот с этой точки зрения, скорее, у них переход. Да, то есть, там, поудаяли всякие деприкейтед вещи, в основном. Будем постепенно переходить, я думаю, да. Но пока мы, пока мы перешли на 2.8. Ясно. Слушай, а PHP, соответственно, тоже какой вы там на семерку не переходили? На какой версии живете? Да, вот это один из клевых бенефитов, так сказать, микросервисов. Мы смогли постепенно, можем постепенно переходить на семерку, да. То есть, какие-то приложения более сложные, там это сделать сложнее. У нас уже есть один микросервис, работающий, пройдя на PHP 7. Мы подтвердили то, что и ожидали увидеть, да, то есть, существенный прирост по производительности и по работе с памятью. То есть, жрать память стало прям капитально меньше. Так позволит нам, в частности, сэкономить денег на инстансах. Ну да, конечно. Да, то есть, PHP 7 отличная вещь. В принципе, перейти туда было несложно. Практически ничего менять не пришлось. Единственное, там несколько еще расширений не... Скажем, не... Мы еще пытаемся перейти на Ubuntu 16, да. А для Ubuntu 14, там приходилось собирать какие-то вещи руками, потому что там не все из коробки работает. Ну да, это такие, так сказать, уже там мелочи. Ну, конечно, некоторые такие уже более, так сказать, не менее существенные, точнее, такие задачи, как бы проблемы. Конечно. Ясно. Слушай, ты вот, как-то мы с тобой обсуждали, я сказал, что у вас, в принципе, там вообще вся команда проекта, все, так сказать, распределенные, все, так сказать, разнесено где-то, да. То есть, ну, все вы разрабатываете, скажем так, удаленно в каких-то таких командах, да. Вот расскажи, как, в принципе, вот все у вас это устроено, то есть, сколько у вас там команд, как вы взаимодействуете, потому что вот интересно послушать, как она так вживую, проудаленные такие вот, полноценно распределенные, так сказать, команды. То есть, не так, чтобы какой-то офис центральный и там несколько остальных каких-то, так сказать, в меньшем количестве, да, специалистов где-то. А насколько я понял, у вас вообще все команды распределенные? Да, Upwork достаточно уникальный, я думаю, проект в этом плане. У нас порядка, по последним официальным данным, у нас около 270 инженеров, которые работают удаленно. И суммарно у нас в целом около 350 инженеров. То есть, у нас такой микс, да, тех, которые работают, скажем, в хед-офисе в Америке, и большая часть, существенно большая часть инженеров работает распределенно по всему миру и удаленно, соответственно. Соответственно, Upwork – это, скажем, такой сапожник, который ходит в своих сапогах, да. То есть, наш бизнес – это, собственно, связывать инженеров, в частности, не только, конечно, инженеров, ну, то есть, людей, которые что-то делают, какую-то работу, и те, кому нужна эта работа, и в том числе полноценные команды. И мы, собственно, используем свою же платформу для того, чтобы искать людей. И эти же люди развивают, создают компоненты и саму платформу. Вот. У нас порядка 40 стран. То есть, люди из 40 стран по всему миру. И это прикольный такой бонус работы в Upwork, да. То есть, у тебя появляется много знакомых по всему миру, начиная от Новой Зеландии и заканчивая Сан-Франциско. Угу. Соответственно, можно ездить в гости. Ну, да. Слушай, ну, то есть, получается, даже в рамках одной команды, на самом деле, ребята могут быть инженеры там вообще из разных стран, городов и так далее, да? Я правильно понимаю, что нет какой-то локализации там по командам, по сервисам, а вот вообще все как бы независимо. Смотри, в целом у нас есть разные варианты, да. Наверное, большинство все-таки более-менее группируется по какой-то тайм-зоне, да. То есть, там плюс-минус два часа. Угу. Это необходимо для того, чтобы команда могла эффективно общаться. Ну, да, конечно. То есть, если человек, допустим, уже там плюс семь-восемь часов, это все-таки уже усложняет коммуникации, приходится там уже вечером, кому-то там ранним утром. Ну, да, да, да. Вот, поэтому более-менее команды группируются, да, по какой-то там зоне, но нету никаких таких ограничений. То есть, если, допустим, мы находим какого-то классного специалиста где-нибудь в Новой Зеландии, мы без проблем с ним работаем. Угу. То есть, в первую очередь, конечно же, это как бы профессиональные качества и личные качества человека, а не то, где он находится. Угу. Вот. Команды разбиты где-то примерно на десять человек, плюс-минус, ну, то есть, там по-разному. Ну, понятно, да. Это такое наиболее эффективное количество людей. Если их больше уже проблемы с коммуникацией, если меньше, скажем, меньше творчества и креативных идей. Слушай, а вот команда это только, так сказать, там программисты или это у тебя, ты имеешь в виду там и тестировщиков каких-то еще? Смежные, так сказать, областей или это именно вот только разработчиков команды имеется в виду? У нас agile и scrum в частности, и поэтому мы стараемся формировать команды, которые, скажем... Ну, полный цикл, условно. Полный цикл, да. Угу. То есть, сюда входят и разработчики, и тестировщики, и там есть как бы и менеджеры. То есть, эта команда отвечает за какой-то компонент, за какую-то часть сайта, да. Угу. И, соответственно, они могут полностью эту часть поддерживать, создавать и развивать. Понятно, да. Ну, хорошо. Слушай, а как происходит вот... Ну, давай начнем там с коммуникации внутри команды. Да, то есть, ну, это там какие-то, понятное дело, там созвоны, там, не знаю, скайпы, еще что-то, да. Я так понимаю, там, ежедневные митинги, если выдохся, там, scrum agile, что-то такое используете, стендапы. Ну, стендапы, сложно сказать, но такие распределенные стендапы, да, что-то такое. Да, стендапы у нас, сиддапы, кто у нас не стоит как бы за компом. Ну, да. Были такие мысли, но мы решили, что это... Слишком. Ересь какая-то. Ага. Вот. Да, у нас, как бы, в принципе, scrum в той или иной степени реализован по-разному, ну, то есть, какими-то нюансами, особенностями каждой команды, да. Ну, логично, да, конечно. Соответственно, мы общаемся с помощью видеоконференций, ну, там, hangout в основном. Есть у нас также своя разработка, у нас есть свой аналог слэка, да, то есть, у нас есть чаты, где происходит общение. Есть, у каждой команды есть такой специальный, так сказать, ask-чат, то есть, допустим, если ты хочешь задать вопрос какой-то команде, да, ты заходишь в этот чат и задаешь им какие-то вопросы, да, то есть, такой пункт приема вопросов, что-то в этом роде. Ну, и, соответственно, есть каждый свои приватные чаты, где в основном происходит общение текстовое. Какие-то важные решения фиксируются в жиру в обязательном виде. Вот. Примерно так происходит общение. Понятно. А, слушай, а между командами, соответственно, вот как там, как происходит в целом там планирование, ну, то есть, какой-то же там, не знаю, менеджер, ну, более глобальное такое видение, как вот какие-то фичи надо сделать, которые затрагивают там несколько разных компонент, как вот вы там синхронизируетесь между собой все, то есть, вот какой-то такой более, ну, на ступеньку повыше. Да, есть у нас различные митинги на ступеньку повыше, ты говоришь, есть митинги, где синхронизируются уже EA и PM, то есть, у нас есть специалисты, которые, так сказать, технические менеджеры, да, и, скажем, продуктовые менеджеры. Одни полностью занимаются там фичами, то есть, идеями, другие уже как бы там, как их реализовать. Соответственно, эти люди тоже синхронизируются в своих митингах. Есть также у нас митинги вообще для всей компании, то есть, у нас вообще довольно такая открытая компания, что мне очень нравится. Можно задать вопросы, грубо говоря, СТО или какому хочешь другому менеджеру, да. У нас проходят регулярные митинги, и между митингами мы собираем, они собирают, скажем, вопросы, да, то есть, что волнует наш инжиниринг, и дальше уже на этих митингах мы обсуждаем, плюс каждый прямо на эти митинге может там включить свой микрофон и задать вопрос в любой момент кому угодно. К нему прислушаются и ответят. Вот. Есть также тег-толки, да, то есть, технические митинги, где мы обмениваемся просто каким-то опытом, какими-то там новыми технологиями, да, плюс какие-то вещи мы, допустим, выпускаем внутри компании, и мы хотим о них рассказать другим командам, мы также на этих митингах, скажем, шерим знания. Да, вот как раз-таки тоже хотел, знаешь, уже подоспел вопрос, что вот, поскольку команды все распределены, да, и вот, ну, общение такое там, ну, где-то текстовое, еще что-то там написать, но наверняка ведь есть какие-то там куски даже кода, какие-то либо, которые, в принципе, могут быть переиспользуемы, да, внутри других компонентов, то есть, как вот вы распространяете эту информацию? Просто у вас есть там какая-то большая, там, условно говоря, там, вики, я не знаю, раздел в джире, где там ребята, вот там что-то такое, как вот вы обмениваетесь вот такими какими-то идеями? Ну, вот ты сказал, тектолки такие, да, есть, но еще какие-то, может быть, инструменты? Да, у нас, как бы, да, команда независимая, но, тем не менее, конечно, каждой команде повторять какие-то вещи, да, то есть, писать один и тот же велосипед, это не очень эффективно. Ну, конечно, конечно. Соответственно, такими вещами и занимается моя команда, собственно, мы получаем запросы от других команд на то, что, допустим, необходим какой-то там глобальный компонент, и если он действительно глобальный, мы будем его создавать. Плюс, возможно, какая-то команда создала в рамках своей работы какой-то компонент, да, и есть смысл его, скажем, дать и другим командам. В таком случае мы также его, так сказать, принимаем и начинаем уже за него отвечать. Ну, или, возможно, там, та команда продолжает за него отвечать, но, в целом, этот проект, как бы, получает статус такого официального, запрувленного и рекомендуемого к использованию, да. Конечно, у нас есть документация, мы достаточно плотно сидим на продуктах Atlassian, используем Confluence, в том числе используем Google Docs. Как-то у каждого продукта есть какие-то свои преимущества, недостатки, я так и не определился, что мне больше нравится. Ну, понятно, да. Ну, к джировским продуктам вообще, ну, к Atlassian продуктам вообще такое, знаешь, получается некое неоднозначное. То есть, его действительно многие используют, но вот все такие, ну, я даже не знаю, нравится, не нравится, там, вот, как бы, удобно, неудобно. Кто-то, наоборот, там, категорически вообще, кто-то там, о, вот, как здорово, как у них там все интегрировано. Ну, в общем, да, неоднозначно все, конечно, получается. Слушай, ну, а расскажи тогда, наверное, вот, поскольку так уже, ты говоришь, значит, получается, что все какие-то такие основные core, такие вещи, да, они, получается, вот, проходят через вас, и, собственно, как раз-таки вы их там поддерживаете, разрабатываете. Вот расскажи, что вы там интересного такого делаете. Окей. Когда мы стали переходить на микросервисы, да, у нас появился какой-то ряд новых задач, в частности, одна из первых вещей, которые мы создали, это библиотека под названием Fistrix. Собственно, нам был необходим какой-то инструмент, да, с помощью которого мы могли бы единообразно общаться с этими микросервисами. И в том числе было бы здорово, если бы этот инструмент предоставлял какую-то отказоустойчивость, да, потому что в распределенном мире по-любому что-нибудь где-нибудь падает. Ну, оно даже не распределенное, в любом случае падает, да, конечно, поэтому... Когда все на одном сервере, там крутится, как бы, вероятность меньше. Угу, так. Соответственно, есть такой продукт от компании Netflix, называется Histrix, да, мы к нему добавили буковку P, и получился Histrix. Вот, и этот, скажем, форт такого продукта, мы его даже заопенсорсили, и, в принципе, получилась довольно хорошая штука. Что она делает? Она позволяет... То есть идут запросы, допустим, к какому-то сервису, да, если мы получаем какие-то фейлы, мы накапливаем статистику. Если, допустим, количество падений превышает какой-то порог, мы прекращаем слать эти запросы для того, чтобы, скажем, не привести к каким-то еще большим падениям, да, то есть к каким-то каскадным падениям. Постепенно мы продолжаем на фоне проверять, может, сервис уже поднялся. Если вдруг он поднялся, мы снова начинаем слать в него запросы. Помимо этого, такое решение поддерживает fallback, то есть если, допустим, запрос не проходит, есть возможность... Не всегда это, конечно, возможно, но... Перенаправить куда-то на другой, так сказать, там узел, условно говоря, да? Нет, даже не про это, ну, то есть это не то, что там, скажем, какой-то там instance, да, на один, на другой, а полностью заменить ответ, то есть на какой-то fallback, дефолтный, допустим, там, не знаю, там, если там какой-то список, если там какая-то аватерка, да, можно там заменить ее на дефолтную аватерку, да, там, типа нет пинки или что-то в этом роде. То есть что-то такое, что не критично, если мы это покажем, но в то же время мы не хотим завалить весь сайт. То есть... Вот. Такую вот штуку мы создали. Потом мы пишем различные инструменты, которые... Ну, например, там... В основном мы пишем бандл для Symfony, да, потому что, как бы, мы используем Symfony. Например, бандл, который позволяет собирать различные метрики. То есть нам очень важно, чтобы наш продукт работал высокопроизводительно, и чтобы ошибок было мало. Соответственно, мы активно мониторим эти два параметра, и вот наш там бандл отсылает метрики в Graphite, который является, скажем, хранилищем для Time Series данных, да, плюс визуализация. Соответственно, мы пишем различные полезные метрики по работе приложения, то есть там время работы, например, каких-то страниц, время работы отдельных компонентов, время работы отдельных сетевых запросов, плюс всевозможная детальная статистика по ошибкам, для того, чтобы можно было это все потом анализировать, и, в частности, для того, чтобы можно было настроить, например, у нас есть система алертинга, которая работает поверх графита. То есть если метрики какие-то превышают какие-то пороговые значения, мы отсылаем там какие-то имейлы, да, например, если это какой-то ворнинг, если там уже что-то критическое, то отсылаем PagerDuty, это такой сервис для менеджмента инцидентов на продакшене, то есть там наши разработчики могут получить, грубо говоря, два часа ночи приятный бонус в виде звонка от робота из Калифорнии. Вот, например, мы там написали компонент, который работает с логами, да, то есть мы тоже активно пытаемся сделать жизнь разработчиков проще, в частности, в нашей компании достаточно активно пропагандируется DevOps-культура, и я тоже большой ее евангелист, что ли. Ну, хорошо, так. Соответственно, мы используем ELK Stack, то есть это Elasticsearch, Logstash и Kibana для работы с логами, чтобы в случае каких-то проблем на продакшене, да, и каких-то тикетов, то есть, в принципе, у нас есть там саппорт, люди жалуются там в случае каких-то проблем, и мы пытаемся максимально быстро какие-то проблемы решить. Соответственно, у нас есть мощный инструмент для работы с логами на продакшене. Человек просто заходит, разработчик просто заходит через удобный веб-интерфейс, и с помощью синтексиса Apache Lucene ищет необходимые логи, ну и, соответственно, может быстрее разобраться, в чем проблема. Ну вот, и много-много других подобных компонентов. Ну, здорово, здорово, слушай. Расскажи тогда, знаешь, немножко, как у вас, в принципе, устроен, наверное, такой жизненный цикл вот вообще ваших, так сказать, задач, да? Ну, Agile – это, так сказать, методология разработки, но, в принципе, так сказать, вот там, как вы пишете, планируете, тесты, выкладка, вот там, откаты всякие в случае, если чего-то, то есть там вот эта вот смесь как раз-таки, девопс, так сказать, как повлияло на все это, тоже интересно. Да, смотри, в принципе, в нашем legacy стеке, да, там все было достаточно просто. Происходило следующим образом, мы писали тесты, то есть мы писали код, да, в бранчах. Мы, кстати, используем еще один инструмент Atlassian, это Bitbucket, который у нас self-hosted, так сказать. Каждый код оформляется в виде pull-реквеста, каждая фича в виде pull-реквеста, даже любой самый маленький bug-fix, да? Ну, это хорошее правило, да, полностью поддерживаю. Он обязательно проходит код-ревью, у нас есть специальный код-ревью-чеклист, где описано, на что нужно обращать внимание. Для того, чтобы можно было смержить pull-реквест, он обязательно должен получить хотя бы один approve. Помимо этого, у нас есть тесты, различные тесты, и тесты гоняются на бранче. Если тесты не прошли, то Bitbucket даже не дает возможности смержить этот pull-реквест. Соответственно, если тесты прошли, мы можем его мержить. Дальше создается RC, да, то есть в какой-то момент, мы релизим по несколько раз в неделю, допустим. Создается RC, где уже собраны все фичи с разных команд, которые собираются... Выкатить в этот релиз? Да, 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 да. Соответственно, он начинает уже активно тестироваться специальной командой QA. Это уже больше такие интеграционные какие-то функциональные. Да, где на него напускаются уже такие... То есть в бранчах проходят тесты, которые специфичны для команды. Ну, юнит-тесты. Не только юнит-тесты, там и какие-то интеграционные, и какие-то функциональные могут быть, но они специфичны для команды, допустим, этого участка кода. Так. То есть здесь уже идут все интеграционные тесты по всему сайту, да. То есть все компоненты тестируются в интеграции. Это тяжелые очень тесты, их очень много. И, скажем, для того, чтобы их запустить, а потом проанализировать результаты, потому что они не всегда проходят, уходит достаточно немало времени, и достаточно много людей над этим трудятся. Если все прошло, мы выпускаем, собственно, релиз, РЦ превращается в релиз, и попадает на прот. Это происходит таким образом в Legacy стеке, да. В принципе, в стеке с микросервисами примерно так же, только с разницей в том, что тут как бы команды получили возможность релизить когда угодно, да. Ну, независимо, да. Независимо, да. Соответственно, возможности прогнать все вот эти интеграционные тесты тяжелые для каждого релиза, да. А у нас сейчас, по сути, знаешь, там, как всякие статьи, там, как мы релизим 60 раз в день или что-то в этом роде. Ну, Badoo, да, они пропагандируют себе все время вот этот подход, что вот рассказывают везде, как они все сейчас оптимизировали, и теперь, да, могут релизить там по 10 раз в день. Так. Ну, вот у нас тоже что-то такое, то есть мы релизим, я не знаю, сколько раз в день, никто уже на это не обращает внимания, то есть нету никакого там ритуала релиза, то есть постоянно кто-то что-то релизит, да. Но, соответственно, тут вот появилась сложность с тем, как все это протестировать связки, да. Соответственно, ну, часто, в принципе, в этом нет особой необходимости. То есть, в принципе, люди сейчас стараются сделать приложение независимое, да, и там в случае чего как-то какие-то футбеки и так далее, чтобы не повлиять на другие приложения. Соответственно, в принципе, хватает от этих вот тестов, которые касаются непосредственно вот этого сервиса, да. Ну, и если ты знаешь, что он с чем-то связан, ты, конечно же, там запускаешь и другие тесты. Вот. В каких-то отдельных случаях, где там какая-то очень важная фича большая, мы, опять же, там проводим какие-то специальные раунды тестирования такого общего интеграционного. Вот. Но в целом, конечно, вопрос тестирования микросервиса, он сложнее, чем в Monolith. Мы еще, так сказать, думаем постоянно что-то улучшаем, меняем процессы. В целом, вообще, у нас все процессы постоянно в дискуссии, обсуждении. Там, грубо говоря, через несколько месяцев уже что-то может быть по-другому. Такая постоянная эволюция. Ну, сложнее про микросервис, ты говоришь, это именно в контексте, наверное, интеграции, то есть между собой, да, не столько там протестировать сам сервис, то есть здесь как раз-таки, наверное, все стало попроще и полегче, потому что меньше значительный объем, да, но, наверное, с точки зрения просто интеграции и взаимодействия возможного с другими какими-то компонентами, наверное, да, вот как их связки тестировать, да, ты имеешь в виду? Да, да, да. В идеальном мире микросервис независимый и, грубо говоря, как-то никак не может повлиять на другой, но в реальном мире… Ну, да, 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 там у него есть API, который вот мы, значит, написали тесты для его API, и вот оно стандартно, в смысле все, тесты прошли, значит, то есть там типа ничего не должно сломаться, но бывают разные моменты, что даже если ничего не сломалось, оно может как-то где-то повлиять. Ясно, ну, в общем, да, в целом понятно. Слушай, ну, давай, наверное, поговорим теперь немножко вот про вторую, так сказать, такую большую твою область деятельности в плане всяких каких-то конференций, проектов таких, да, там Frameworks Days, как самый известный, наверное, один из самых известных, там, в принципе, ну, наверное, где-то, не только там в Киеве, в Украине, везде где-то, вот, даже уже за ее пределами, мне кажется, так. Расскажи, как вообще вот здесь все, ты там, появилась идея всего этого создания, коль ты один из создателей, так что у кого же это спросить, как не у тебя. Окей, слушай, я хотел еще один момент сказать, я тут, скажем, долгое время формулировал и читал там различные сети, хочу сказать такие три критерия, да, извини, это еще не про Frameworks Days, да? Давай, давай, я, конечно. Про распределенные команды, то есть какие три вещи критичны для того, чтобы распределенные команды работали эффективно. Угу, ну-ка. Вот, смотри, первое, что это, скажем, прозрачность и ясность, да, то есть все должны понимать, из кого состоит компания, из каких структур, какие есть команды, да, кто в этих командах находится, у кого какие роли, у какой команды, какая зона ответственности, да, должна быть документация и какой-то инструмент, потому что ты мог быстро это определить, потому что, в принципе, у тебя нет видимости, да, то есть ты не сидишь с людьми в офисе и не знаешь их лично и так далее, да. Угу. Это первое. Второе очень важно, это наличие полномочий у команд, то есть возможность принимать решения, потому что, опять же, ты не можешь подойти к соседу и там сказать, типа, там, мы хотим сделать так, там, опрубишь, не опрубишь, то есть все эти процессы, если их там бюрократизировать, они страшно затягиваются. Ну, да, логично, что они будут каким-то образом должны будут проходить там через верх, соответственно, ну, это все, да, конечно, слишком затягивается. Соответственно, в частности, микросервисная архитектура тут классно работает, да, то есть она помогла нам, в частности, решить этот вопрос. И третье – это возможность свободно выражать свое мнение, то есть компания действительно должна быть такой плоской, да, чтобы каждый мог написать о том, что его волнует, о том, что ему кажется неоптимальным, и чтобы к нему прислушались, да, делать... Не осталось без ответа, в общем, его вот это высказывание. Да, да, да. Ну, хорошие-хорошие, слушай, такие, вот надо... Для тех, кто вдруг как-то участвует в распределенных командах, я думаю, вполне себе хорошие советы и важные. Так, ну, давай тогда, наверное, подойдем теперь уже к Frameworks Days. Да, да, хорошо. Да, напомню, какой вопрос. Ну, расскажи, как вообще ты, как один из основателей, как вообще появилась идея, зачем все это, что там вами движет, и как все начиналось? Начиналось с группы единомышленников. Мы тогда интересовались Zen Framework. Я помню, в самом начале, что вам было еще там как-то чуть ли не Zen Framework Days, да, вот что-то как-то по-другому. Framework Days, потом немножко название появилось. Вначале было... Нет, нет, мы сразу так подумали, что мы будем проводить, наверное, не только по Zen. И просто первая конференция называлась Zen Framework Days. Вот, 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 вот. Я поэтому почему-то она у меня так в памяти отложилась. Да, 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 это были веселые времена Zen Framework. Мы подумали, что... Ну, собственно, первая конференция была, называлась ZF.conf, и проходила в Питере, и организовал ее Жорж Туревич. Если, может быть, ты знаешь. Нет, как ни странно, не знаю даже, кто это. Не слышал как-то. Вот, и мы тоже подумали, что надо бы и нам конференцию провести. И провели первую конференцию в каком-то там бородатом, наверное, уже лет 5-6 назад, совместно с компанией Magento. Тогда она была бесплатная и собрала порядка 700 людей. Причем большинство людей, в принципе, пришло послушать про Zen Framework. Вот, мы так прям... Воодушевились этим. Так появились, да, да. Что стоит провожать еще. Ну, то есть это было круто, это была тусовка, это было какие-то новые знакомства, это был обмен знаниями, опытом. Ну, и в целом это такой вообще позитивчик. Вот. Соответственно, мы стали проводить их регулярно. То есть сначала мы проводили раз в год. У нас был первый год Zen Framework Day, потом снова был Zen Framework Day. И дальше уже мы подумали, что стоит нам расширять наш репертуар. Мы, по-моему, провели там уже PHP Framework Day, то есть мы объединили все фреймворки PHP в конференцию. А дальше мы подумали, почему бы нам не ограничиваться PHP, а и по другим языкам программирования проводить. Ну да. То есть первый, кто пришел в голову, это JavaScript. Ну, фронт-энд, как самое логичное, да, конечно. Да. В принципе, конференция тоже прошла успешно. Мы начали постепенно нарабатывать базу пользователей, лояльных к нам, различных партнеров и так далее и тому подобное. И увидели, что, в принципе, это перспективно, интересно. Стали развивать, уже какие-то люди к нам присоединились. И теперь у нас уже полноценная команда, которая занимается организацией конференции. Мы уже проводим, в этом году у нас планируется пять конференций. Мы уже провели три. У нас уже и Java там есть, и по Дотнету мы уже проводили, и по функциональным языкам программирования проводили. Стали проводить еще и небольшие митапы, называется IT-суббота. Ну, наши конференции, они, в принципе, стали платными, да, потому что это достаточно большой труд и затраты. Соответственно, они такие подороже, а IT-суббота – это такие практически бесплатные мероприятия, которые мы тоже стали проводить. Слушай, ну, а все равно, вот они стали платные, ведь, насколько я понимаю, все равно это не столько там, чтобы, так сказать, заработать что-то, сколько скорее просто покрыть вот эти расходы, потому что вы там и докладчиков приглашаете разных, так сказать, иностранных, и там опять место, вся организация довольно-таки на высоком уровне все вот это. Из-за этого, так сказать, да, в принципе, платность стала конференцией. Да, это, конечно, в первую очередь. Ну, в целом, что-то мы и зарабатываем на этом. Конечно, это несравнимо, там, скажем, с тем, что зарабатываешь, работая разработчиком, там, да. Ну, понятно. Да, но какой-то достаточно приятный бонус. Ну, все же, как бы, да, для себя же тоже как-то надо, хоть немножко. Ну, да, на одном энтузиазме тоже тяжело. А как ты говоришь, вот уже там сформировалась команда, насколько она у вас уже большая, вот, как сказать, ну, такой вот костяк вот этих организаторов? Ну, вот у нас есть два кофаундера, да, сейчас, плюс две замечательные девушки к нам присоединились, то есть, в принципе, у нас сейчас команда такая, сон, а из четырех человек. Угу, угу. Понятно. Слушай, ну, расскажи, то есть, вы там вот зовете всяких иностранок, да, докладчиков тоже, как вот здесь процесс у вас там проходит? Просто интересно, как они там успеют, ну, легко и нелегко там соглашаются, как вы сами ищете кого-то, думаете, кого бы стоило позвать? Ну, немножко вот такую кухню, так сказать, приоткрой за навесом. Да, мы всегда стараемся на каждую конференцию позвать самых интересных, востребованных спикеров, стараемся побольше, по возможности привести людей из-за рубежа, да, потому что, в принципе, ну, наших спикеров, как бы, там уже знают, хочется расширять диапазон, как бы, соответственно, мы общаемся со всеми, кого мы там видим как потенциально хороших спикеров, в том числе, там, допустим, на PHP-конференции мы постоянно пытаемся, там, привести Фабьена, там, например, по Тенсье, да, который автор «Симфония». Да, да, ну, конечно, это такой уже человек-то, но пока еще никак все еще не удалось. Пока никак, да. Не удалось. Я знаю, там у вас там, он автор, по-моему, «Фалькона» у вас был, да, или кто-то вот из таких тоже довольно-таки, ну... Да, Фабьен нам пишет в следующем году все время, в следующем году у него снова что-то происходит, и он не может, да, а в этом году у нас, был автор «Фалькона», да, из Колумбии прилетел человек, прям у нас там был целый квест по тому, как его привезти из Колумбии, потому что, как оказалось, им нужна виза, виза стоит 500 долларов. Ух, нифига себе, нормальненько. Это моя жесть, да. Причем там нужен какой-то пакет документов, чуть ли там не с печатями от Министерства иностранных дел, там, для того, чтобы им получить визу. В общем, мы уже думали, там, все, не получится, но в последний момент все-таки как-то разрулили это. Вот, ну, мы приглашали немало достаточно именитых спикеров, например, ну, из той же PHP у нас был Джорди Багьяно, который автор композера, еще многих замечательных open-source продуктов. У нас, кстати, был Erasmus Lerdorf. Да, 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 точно, точно. Создатель языка. Мы делали интервью с Зеевом. Зеев, как там? Зеев Сураски. Один из создателей языка PHP. Ну, какой-то там уже этой пятой версии, по-моему, что-то в этом роде. Когда они ОВП уже внедрили. Вот. Марко Певетто был на этой конференции. Тоже достаточно известный спикер по различным open-source продуктам. Ну, и в частности, он один из core разработчиков доктрины и Zend Framework. Слушай, а расскажи вот, как бы, ну, докладчики, там, если, говорит, вы, как бы, тоже проводите какие-то, там, ну, ревью докладов, как-то прогоны предварительные, то есть, как бы, что-то такое. У вас тоже есть все это? Да, конечно. Мы достаточно серьезно относимся к организации. Мы всегда изначально, там, если, допустим, ну, конечно, бывают спикеры уже проверенные, да? Не, ну, понятно, что те, которые, как бы, уже на уровне, с ними особо, как бы, спокойно, можно быть, за их выступление. А вот там из новичков кто-то или кто-то там послабее все же? Всех, да, всех новых спикеров мы, во-первых, изначально просим какие-то дать данные себе, то есть, какие-то видео, возможно, или аудиозаписи, да, подкаст или что-то в этом роде. Потом в обязательном виде мы, у нас есть программный комитет, то есть, это в основном для больших конференций. Мы слушаем по скайпу человека, да, где он там рассказывает о своем докладе вкратце. Это такая первая очередь, где мы уже утверждаем его, как, скорее всего, да, он будет спикером, а дальше у нас еще есть репетиция непосредственно там уже перед конференцией, то есть, все спикеры, ну, кто может, конечно, кто неудаленно, приходят на репетицию, и мы уже там по полчаса каждого слушаем, даем обратную связь, то есть, какие-то там замещания, улучшения, соответственно, как минимум два этапа проверки репетиции у нас проходят перед тем, как спикеры уже начинают поступать. Слушай, расскажи, вот интересно, как бы, как тебе кажется вот уровень наших докладчиков по сравнению вот с зарубежными, то есть, все же, ну, просто есть мнение, что как-то вот там, типа, наши докладчики, ну, понятно, что есть какие-то такие известные, которые там на уровне, но все же как бы, типа, что не, ну, там вот импортные, так сказать, они такие все крутые, а вот мы такие попроще. Какое-то такое мнение. Ты что по этому поводу думаешь? Ну, скажем, на Западе, наверное, более активно проводятся все эти различные конференции, да, и там какой-то сформировался костяк спикеров, которые постоянно выступают, соответственно, если человек там уже сто раз выступал, у него уже там суперопыт, он уже супер себя круто чувствует, у него там приезжает из-за рубежа, они в среднем сильнее, чем наши спикеры, да. Вообще среди разработчиков это как-то не очень популярно на самом деле выступать, то есть, люди в основном, скажем так, более скорее интровертированные, да. Ну, да, это вообще такой какой-то, так сказать, так сложилось исторически, что вот разработкой занимаются люди, которые вот там в код ушли, им там комфортно вот где-то куда-то выступить, что-то рассказать, там даже вот порой там принять участие в подкасте, по своему опыту могу сказать, что да, тоже, знаешь, типа, ну я никогда, если там стесняются, как-то не уверенно себя чувствуют, вот. Да, типа. Есть такое, безусловно. Чукча не писатель, чукча считатель. Ну, как-то так, да. Да, вот такое есть, и, соответственно, мы пытаемся, ну, то есть, видя там, что человек, например, достаточно технически хорошо подкован, и ему есть что рассказать, то есть, мы там как-то пытаемся помочь, поддержать, да. Вот, но достаточно мало спикеров, на самом деле. Допустим, мы еще проводим конференцию по project management, да, и вот там намного проще, да, то есть, там прям спикеров очень много, ну, потому что так, опять же, project manager, видимо, идут люди, которым легко говорить, которым легко общаться, да, наверное, в среднем, то в разработке, да, люди предпочитают слушать, им некомфортно, как бы, на сцене, поэтому, к сожалению, достаточно немного спикеров. Вот, но они есть, да, есть некоторые очень классные спикеры, и, так сказать, наши. Слушай, а еще, знаешь, вот интересно, тут просто в этом году, по-моему, был один из первых, там, KivJS, где полностью прошел на английском языке, да, вот, интересно, так сказать, вот, не думали ли вы вообще, как тебе идея проводить конференции, ну, так сказать, в нашем, там, русскоговорящем таком мире, да, на английском языке с целью, чтобы и, как бы, мировое все сообщество могло тоже, ну, как бы, принять участие, получить какие-то результаты, то есть, какое-то, начать как-то взаимодействовать, то есть, тут же основная проблема в чем, что, там, во всей Европе везде там все на английском, и поэтому, ну, круг, как бы, тех, кто может ее потреблять, да, так сказать, потребителей значительно шире, а у нас там все на русском, там, на украинском, неважно, да, языке, и, как бы, это сразу вот ограничивает круг распространения вот этой информации. Да, у нас на конференции, как бы, три языка, это украинский, русский и английский, мы думали о том, чтобы попробовать сделать конференцию чисто на английском, и у нас, в принципе, есть некоторые ребята, которые организовывают такие конференции в Украине, мы все еще думаем над этим, возможно, возможно, это будет, но тут есть определенные достаточно большие сложности в том, что, во-первых, у нас, в принципе, не так много украинских спикеров, да, которые могут сделать доклады хорошо, даже не на английском, то на английском им еще сложнее, да. Ну, вот, да, это, безусловно, такой момент, как бы, есть всегда, и вот тут интересно было, как бы, твои мысли послушать на этот счет. Сложно, да, то есть сложно с этим, мало кто готов делать крутые доклады на английском, и это первая проблема, вторая, все-таки, к сожалению, не все готовы воспринимать английский, да, то есть у нас есть, когда мы делаем доклады на английском, ставим, да, то есть зарубежные спикеры, мы всегда параллельно ставим, стараемся параллельно ставить доклад не на английском, чтобы человек мог, если он не понимает английский, ну да, чтобы мог как бы... И не сидеть просто и не втыкать. Вот мы периодически получаем отзывы, что, мол, мы бы хотели перевод доклада, да, но это... Ну, это уже совсем... Нереально совершенно, да, то есть мне рассказывали, что вот там у нас есть Миша Даверт, он был на конференции в Турции, и там они вот таким занимались, ну и как бы представляешь, да, как человек, который абсолютно там не технарь, да, переводчик, пытается переводить... Все эти термины, да, и... Да, мне всегда было это интересно, то есть я вот там, ну, на всяких бывало там на крупных там оракловых мероприятиях, там, конечно, у них там с переводом хорошо сидят синхронные переводы, но я просто никогда их не слушаю, но мне всегда было интересно, думаю, ну вот ладно-ка, там какой-то маркетинговый доклад там, ну вот обычный, да, то есть там любой переводчик, конечно, без проблем его переведет, а когда доклад насыщен всеми вот этими нашими там терминами, жаргоном, и я вот смутно всегда себе представляю, как это синхронно, и еще так, чтобы это не потеряло смысл-то как бы, а вот... Да, это, наверное, тяжко, но тут надо, собственно, только повышать, конечно, свой личный там уровень знания, потому что все же как бы в IT, как ни крути, английский язык, это, ну, де-факто стандарт, то есть тут мало то, что код, как бы вся документация почти, ну, ну, все оно на английском, тут хочешь, не хочешь, как бы надо не только читать, но и пытаться слушать, и все такое. Да, поэтому, я думаю, перевода у нас никогда не будет, и, в принципе, я думаю, со временем, возможно, мы придем в конференциях на английском языке. Понятно. Ну, логично. Слушай, ну, мы вроде бы обсудили так все такие темы, которые у нас как-то с тобой были намечены, да, так получилось довольно-таки бодренько. Если, может быть, хочешь что-то в конце добавить интересного, какие-то пожелания на путьстве слушателям, то самое время. Пожелания на путьстве. Ну, что, слушатели, развивайтесь, изучайте новое, не бойтесь. Возможно, приходите к нам на конференцию с докладом, подавайте заявки, будем рады вас слышать. Будьте здоровы, веселы и бодры. Что ты скажешь? Ну, самое все, мне кажется, все то, что нужно. Саш, слушай, ну, спасибо тебе, что пришел. Надеюсь, всем слушателям тоже будет интересно послушать про распределенную разработку, как все это живет. Друзья, спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Пока-пока. Пока.